посмотрите какой красивый ажурный узор мы сейчас будем с вами вязать смотрите какая красота вяжется настолько просто легко что даже вам не потребуется схемы вязания более детально это лицевая сторона узора и вот таким образом смотрится изнаночная сторона с обеих сторон узор выглядит красиво интересно коко от vita cotton это стопроцентный мерзеризованный хлопок 50 грамм 240 метров цвет пряжи 3861 крючок номер два посмотрите вот так вот можно еще расположить вот этот узор вязание и связать кофту топ направлении вязания будет у вас справа налево узор он будет если вы так вот свяжите в этом направлении будет зрительно стройнить фигуру смотрите тоже как красиво смотрится мы сейчас с вами приступаем к вязанию образца раппорт узора состоит из 16 воздушных петель 6 рядов высоту набираем цепочку для образца 33 воздушных петли цепочка набираю вот таким образом вяжем 33 петли плюс одну две петли для удобства вязания приступаем к вязанию первого ряда 1 воздушная петля подъема во вторую петлю цепочки провязываю один столбик без накида и так до конца ряда провязываем 33 столбика без накида можно вязать 33 полустолбика с одним накидом это вот таким образом тем самым вы вот так вот давайте еще раз покажу тем самым увеличивается высота ряда но я буду вязать вот этот ряд столбиками без накида связали первый ряд приступаем к вязанию второго ряда 2 воздушных петли подъема разворачивали за не на другую сторону и вершину столбика 2 по счету без накида провязываю один столбик без накида 1 воздушная петля 1 столбик пропускаю вершину следующего вяжем 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петля 1 столбик пропускаю вершину следующего под косичку провязываю 1 столбик с двумя накидами 1 воздушная петля делаю на крючок 3 накида одну петельку пропускаю следующую петлю провязываю один столбик с тремя накидами 1 воздушная петля 3 накида на крючок столбик пропускаю вершину следующего столбика провязываю 1 столбик с тремя накидами 1 воздушная петля 2 накида на крючок столбик пропускаю вершину следующего провязываем столбик с двумя накидами 1 воздушная петля 1 накид на крючок столбик пропускаю следующую вершину столбика провязываю один столбик с одним накидом 1 воздушная петля столбик пропускаю вершину следующего провязываю столбик накида здесь можно провязать 1 полустолбик с одним накидом следующую вершину столбика можно провязать либо столбик без накида либо 1 полустолбик с одним накидом в третью петлю провязываю столбик без накида вы также можете провязать 1 полустолбик с одним накидом 1 воздушная петельку пропускаю один накид на крючок и через петлю провязываю 1 столбик с 1 накидом одна воздушная петля петлю пропускаем 2 накида на крючок следующую петлю то есть через peter во втором провязываю 1 столбик с двумя накидами 1 воздушная петля 3 накида на крючок петлю пропускаю через петлю провязываю 1 столбик с тремя накидами 1 воздушная петля 3 накида на крючок петлю пропускаю и через петлю мы вяжем второй столбик с тремя накидами все вот эти столбики которые больше столбика без накида вяжутся через одну петлю 1 воздушная петля 2 накида на крючок петельку пропускаем следующую провязываю 1 столбик с двумя накидами 1 воздушная петля петельку пропускаю следующую провязываю 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петля петлю пропускаю следующую провязываю я провязываю столбик без накида вы можете провязать полустолбик с одним накидом вот в эту вершину в крайний столбик без накида предыдущего ряда провязала 1 столбик без накида вы можете провязать 1 полустолбик с одним накидом приступаем к вязанию 3 ряда набираю цепочку 2 воздушных петли и теперь в каждую петлю провязываем по одному либо полустолбику с одним накидом либо по одному столбику без накида я буду вязать столбики без накида вот вершину 2 столбика без накида провязываю 1 столбик без накида в арочку цепочки из одной воздушной петли провязываю столбик без накида вершину столбика с одним накидом под косичку провязываю столбик без накида как связать полустолбик с одним накидом 1 крючок 1 накид на крючок между столбиками ввожу крючок захватываю рабочую нить 3 петельки на крючке вот раз два три сразу же соединяем их вместе и вот таким образом мы связали один полустолбик с одним накидом он немножко воздушнее и чуть чуть повыше чем столбик без накида в каждую петельку провязываем по одному столбику без накида либо полустолбику с одним накидом всего должно быть тридцать три столбика как и в первом ряду то есть третий ряд это повторение получается первого ряда и так и заканчиваем вязать ряд вершину крайнего столбика без накида провязываю 1 столбик без накида вяжем четвертый ряд 2 петли подъема 1 2 разворачиваем вязание на другую сторону теперь вершину каждого столбика без накида вяжем по одному столбику без накида вот первый столбик пропускаю во второй столбик под косичку провязываем столбик без накида если вы вяжете полустолбики с одним накидом тогда вот этот ряд 4 вяжите в каждую петлю по одному полустолбику с одним накидом я буду вязать столбики без накида 33 столбика без накида узор очень простой и смотрится он неплохо интересно вяжется тоже можно вязать без использования схем так и в крайний ряд в крайний столбик конца ряда провязала 1 столбик без накида что получается вяжем пятый ряд набираю цепочку из 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 разворачивайся на другую сторону сразу же делаю 3 накида на крючок находим вершину второго столбика без накида предыдущего ряда и под косичку вяжем 1 столбик с тремя накидами одна воздушная петля 2 накиды на коричок пропускаю вот эту петлю через петлю во вторую провязываю 1 столбик двумя накидами 1 воздушной петля 1 накид на крючок петлю пропускаю следующую провязываю один столбик с одними туда 1 воздушная петлю пропускаю следующую вершину петлю провязываем столбик без накида следующую петлю провязываю столбик без накида 2 по счету и в следующую петлю провязала третий столбик без накида вы здесь можете связать 3 полустолбика с одним накидом 1 воздушная петля пропускаю петлю следующую петлю провязала 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петля 2 накида на крючок петлю пропускаем следующую провязываю 1 столбик с двумя накидами 1 воздушная петля 3 накида на крючок петлю пропускаю следующую провязываю 1 столбик с тремя накидами 1 воздушная петля 3 накида на крючок петлю пропускаю следующую провязываю 1 столбик с тремя накидами 1 воздушная петля 2 накида на крючок петлю пропускаю следующую провязываю 1 столбик с двумя накидами 1 воздушная петля 1 накид на крючок петлю пропускаю в следующую провязываю 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петля петлю пропускаю следующую петлю провязываю 1 столбик без накида вы можете провязать 1 полустолбик с одним накидом следующую петлю провязала второй столбик без накида и следующую петельку 3 столбик без накида вы можете связать 3 полустолбика с одним накидом 1 воздушная петля петлю пропускаю следующую провязываю 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петля 2 накида на крючок петлю пропускаю через петлю провязываю 1 столбик с двумя накидами 1 воздушная петля здесь вот у меня осталось две петли вот я в них не провяжу вот в эту первую петельку провязываю 1 столбик с тремя накидами и следующую петельку провязываю еще один столбик с тремя накидами все связали 5 рядов вяжем шестой ряд 1 воздушная петля подъема разворачивай на другую сторону и теперь вершину каждого столбика в каждую петельку провязываем по одному столбику без накида я вот хочу первый столбик провязать вершину столбика с тремя накидами я буду этот ряд вязать состоящий только из столбиков без накида а вы можете связать 33 полустолбика с одним накидом следующую вершину провязала столбик без накида поверх цепочки из одной воздушной петли провязала столбик без накида и так далее вяжем до конца ряда в каждую петлю по одному столбику с накидом полустолбику с одним накидом либо по одному столбику без накидом всего должно быть 33 столбика провязала 32 столбика и 33 я провязываю между вот этими столбиками с тремя накидами все связали с вами шесть рядов 7 ряд вяжется точно также 1 воздушная петля подъема разворачивай за не на другую сторону и вот я первый столбик без накида провязываю над столбиком без накида предыдущего ряда теперь в каждую столбик в вершину столбика под косичку за переднюю заднюю стенку вяжем еще раз 33 столбика без накида либо 33 полустолбика с одним накидом связали с вами один раппорт узора раппорт состоит из шести рядов у нас здесь связано 7 рядов теперь для того чтобы продолжить вязание вы перематываете видео на начало вязания второго ряда и вяжите по принципу повторяй за мной все время со 2 по 7 ряд включительно в основу раппорта входит вот этот ряд два ряда где мы вязали столбики без накида вот этот ряд входит и еще два ряда и столбиков без накида начало раппорта второй ряд заканчивается раппорт в седьмом ряду окончание раппорта высоту со 2 по 7 ряд все время повторяйте и вяжите до нужной вам высоты до нужные длины изделия теперь давайте рассмотрим раппорт ширину ширина раппорта 16 петель и находим мы начало раппорта находим второй столбик с тремя накидами вот это первый столбик с тремя накидами это второй я закрепляю маркер и раппорт заканчивается перед вторым столбиком с тремя накидами то есть вот получается второй столбик с тремя накидами вот здесь после первого столбика с тремя накидами идет одна воздушная петля и вы вяжете раппорт до вот этого второго столбика с тремя накидами вот эта петля она идет окончании одного раппорта перед вторым столбиком с тремя накидами вот так я закрепила маркеры здесь 16 петель и ширина раппорта состоит вот она из здесь вот для удобства можно рассмотреть вот этот элемент входит в основу раппорта связала я два раппорта узора высоту и два раппорта узора в ширину посмотрите как красиво и интересно смотрится узор и он очень легко и просто вяжется узор универсальный подойдет для вязания кофт можно сказать тунику кардиган палантин снуд плед вот эта старая лицевая сторона узора и таким образом смотрится изнаночная сторона с обеих сторон узор на мой взгляд смотрится прекрасно я надеюсь вам узор понравился поделитесь пожалуйста этим видео своих социальных сетях сделайте репост поставьте лайк пальчик вверх и напишите мне комментарий понравился вам узор или нет я вам сейчас расскажу несколько вариантов как связать топ либо кофточку для того чтобы приступить вязание любой вещи вяжем образец проводим работы по втул он стираем образец слушаем естественным способом и отпариваем если это позволяет пряжа также делаем сейчас все замеры собраться и выполняем расчеты раппорт узора состоит из 16 петель сейчас я маркерами установлю обозначу начало и окончание вязание раппорта подробнее вы увидите в мастер-классе где начало и окончание раппорта все маркер установили закрепили и снимаем ширину образца делаем измерение 1 раппорта значит от персиковый до бирюзового маркера 16 петель у меня 5 сантиметров то есть ширина раппорта 1 5 сантиметров 1 раппорт равен 16 петель и примерно 5 сантиметров ширина раппорта перед началом вязания снимаем мерки нам необходимо снять мерку с обхвата груди сделаем расчеты для 50 размера российского для удобства расчетов я обхват груди возьму 100 сантиметров теперь давайте рассмотрим несколько вариантов вязания топа пока вяжем топ топ у нас без рукавов вяжется допустим первый вариант вяжем снизу вверх можно вязать сверху вниз связали полотно прямоугольник здесь значит у нас вот этот отрезок h это длина кофты длина кофты топа топа теперь нам необходимо еще одна мерка то с длиной мы определились определяемся шириной топа либо кофты значит топ у нас без рукавов кофта с рукавами теперь давайте сделаем расчеты для обхвата груди для 50 размера вот 50 размер мы сделаем с вами прибавку на свободу прилегания прибавляем от 2 до 6 сантиметров 6 сантиметров это размер оверсайз давайте возьмем среднее значение допустим 104 вот допустим 100 у нас будет 106 это наши будут ориентиры теперь мы делаем расчеты обхват груди 100 сантиметров это по нашим измерениям с фигуры делим на 5 5 это у нас ширина одного рапорта получаем значение 20 20 это количество рапортов количество рапортов на весь обхват груди без свободы прилегания значит каким образом распределяем рапорты если вы хотите топ кофту по фигуре то можно распределить 5 так 20 это значит 20 делим на 2 получаем 10 рапортов перед и 10 рапортов спина по 10 рапортов 10 плюс 10 получаем 20 если хотите более свободную вещь то лучше распределить 10 либо 10 или 11 рапортов и плюс 11 рапортов получается 22 рапорта это к объему груди добавляется 10 сантиметров получается 110 сантиметров ширина будет кофты уже в готовом виде значит будет если 110 сантиметров 55 сантиметров деталь спинки и 55 сантиметров деталь передам размер оверсайз а если 10 рапортов то будет у вас кофта без свободы прилегания вот выбирайте либо этот вариант либо этот вариант какой вам больше нравится но вот этот с добавлением еще одного рапорта и его делить там конечно можно подогнать узор но я бы так не стала делать начинающему начинающий вязальщица рассматриваем два варианта расчеты мы с вами сделали теперь разберем технологию и принцип вязания кофты значит можем начать вязание либо сверху вниз либо снизу вверх то есть два направления двух направлениях вяжем в том случае если вырез горловины будет лодочка данный вариант а поудобен очень для начинающих здесь оставляете вырез для головы сывайте плечевые швы расстояние как правило от 18 до 24 сантиметров вот этот отрезок ширина выреза горловины выполняйте боковые швы высота проймы зависит от размера который вы носите от 19 до 23 с половиной сантиметров наметайте примерите и отрегулируйте вот эту высоту если вам не нравится вырез горловины лодочка можете связать квадратный вырез горловины это тоже для начинающих вариантов значит вяжите до уровня формирования выреза горловины единым полотном то есть деталь перед допустим перед довязали высота вот этого отрезка горловины может быть от 8 сантиметров и более то есть глубокие либо менее глубокий вот вот этот отрезок больше 8 сантиметров глубина выреза горловины довязали и разделили полотно здесь у вас вот этот отрезок вот 8 равно либо больше 8 так то что мы еще больше 8 может быть до 24 определили центр выреза горловины разделили полотно и вяжите прямыми обратными рядами до уровня плеч и здесь также прямыми обратными рядами до уровня плеч и потом при помощи обвязки края можно обвязать ранчим шагом самый простой вариант вот эти углы можно спрямить округлить будет у вас красивый не квадратный вырез горловина в виде овала либо круга когда вы будете вязать сверху вниз либо снизу вверх узор будет смотреться вот так еще один вариант вязание когда вы вяжете кофту и располагаете узор вертикально то есть он у вас вот эти ажурные полосы они смотрятся так вот вертикально и зрительно странят ваш ваш фигуру направлению узора вот эти ажурные дорожки таким образом направление вязания справа налево и узор располагается вот так здесь тоже сможет сформировать квадратный вырез горловины а лучше начинающему сделать вырез горловины лодочка значит ширину мы определили здесь вот чем удобен этот способ то вы можете вязать абсолютно на любой объем груди здесь если вертикально расположить гораздо проще сделать расчеты то здесь если мы ограничены в количестве рапортов либо 10 либо 11 то здесь можно связать более удобнее принцип расчета вот здесь вот перед такое расположение узора нам здесь необходимо только рассчитать длину кофты допустим вот здесь у нас начало вязание я нарисую цепочку и допустим мы хотим чтобы у нас длина кофты было 60 сантиметров делим на 5 5 сантиметров один рапорт получаем 12 рапортов как все просто 12 рапортов умножаем на 16 получаем 192 петли нам необходимо набрать здесь вот 192 петли либо 12 рапортов вяжите высоту здесь получается у нас здесь узор вот так вот будем вязать а располагать вот так до нужной вам ширины кофты допустим хотим и ширину кофты 105 сантиметров вот вяжите пока не свяжите не закончите вязать рапорт допустим писать пять сантиметров либо 54 сантиметра или 52 сантиметра то есть вот при таком способе вязание вертикальном гораздо будет интереснее кажется даже смотреться кофточка топ и проще выполнить расчеты вот рекомендуют увязать узор вот таким образом вертикально так мы с вами все это время рассматривали как вяжется топ а можно связать кофту но сейчас я вам расскажу если вязать узор снизу вверх довязали до уровня пройм снизу вверх здесь вот у нас начало вязание цепочка из воздушных петель и довязали до уровня пройму здесь у нас отрезок 19 23 сантиметра 23 сантиметра это 56 размер 50 так 50 и 52 высота 21 с половиной отрезка вот здесь вот и набираете цепочку для рукава длина цепочки равна длине рукава здесь и длина рукава а ширина рукава у вас будет равна высоте вот этой проймы 1923 ширина рукава учитывайте свободу прилегания здесь нужно тоже добавить на свободу несколько сантиметров чтобы не сковывала движения и горловина виде лодочки либо квадратная рассмотрели сейчас с вами несколько вариантов вязания топа кофточки выбирайте самый легкий простой какой вам больше нравится узор можно вязать снизу вверх и вот так вот вертикально располагать вязаных изделиях и вот так вот каталог мастер-классов в описании под этим видео и в закрепленном комментарии вы найдете две ссылки где проходят победительные мастер-классы или вы можете выбрав модель сразу же в комментариях мне написать хочу связать далее пишите название проекта и я вам в комментариях отправляю ссылку на мастер-классы приглашаю вас связать блузку тунику или платье название проекта крокус крокус вяжется крючком по одному мастер-классу можно связать три вещи мастер-класс очень подробный наглядный и состоит из шести видео вяжем крокус на любой размер от 42 до 56 размера размеры я указала российские жду вас на мастер-классе будем вязать вместе следующая модель вяжем блузку жасмин на любой размер по одному мастер-классу вы можете связать три вещи летний топ блузку либо тунику с рукавом три четверти или длинным рукавом кому как больше нравится видео мастер-класс очень наглядный и подробный блузку вяжем сверху вниз по кругу без швов также в мастер-классе я показываю как вяжется по кругу каждый ряд узора всего здесь три вида узоров и получается что мастер-класс состоит из десяти частей очень наглядные подробные специально разработаны мной для начинающих вязальщиц которые учатся вязать крючком если вам понравилась данная модель блузки пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать жасмин следующий проект приглашаю вас на мастер-класс по вязанию кардигана жакета название проекта облака интересная модель вяжется сверху вниз реглан без единого шва можно связать на любой размер который вы носите пряжа для вязания может быть любая это может быть однотонного либо секционного окрашивания летний вариант и демисезонный данную модель кардигана можно носить круглый год мастер-класс облака очень наглядный подробный состоит из 7 частей формат видео если у вас есть желание связать жакет кардиган название проекта облака пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать облака и я вам отправлю ссылку на мастер-класс приглашаю вас на мастер-класс будем с вами вязать блузку кофточку название проекта любимка эта модель нравится очень многим рукодельницы и многие уже из вас ее связали мастер-класс состоит из восьми частей вязание сверху вниз здесь я показываю как вяжется росток подрезы в общем разбираем все элементы вязания мастер-класс видео формат наглядный разработанной для начинающих рукодельниц если вам понравилась данная модель блузки в комментариях под этим видео напишите хочу связать любимку не менее очаровательная блузка которая вяжется крючком регланом сверху вниз название проекта белоснежка мастер-класс состоит из шести частей разработанный мной специально для начинающих вязальщиц блузка белоснежка вяжется не очень сложно можно связать на любой возраст и размер она не очень сильно просвечивает есть желание связать пишите в комментариях под этим видео хочу связать белоснежку и я вам отправлю ссылку на мастер-класс замечательная модель под названием незабудка по одному мастер-классу можно связать жакет или кардиган мастер-класс очень подробный наглядный разработанную специально для начинающих вязальщиц состоит из девяти частей формат видео жакет незабудка можно связать на любой размер и на любой возраст может быть летний вариант и демисезонный все зависит от того какую пряжу для вязания вы выберете модель жакета с точным рукавом модель жакета классическая подойдет абсолютно всем такая базовая модель должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины если у вас есть желание связать жакет незабудка либо кардиган пишите в комментариях под этим видео хочу связать незабудку приглашаю вас на мастер-класс название проекта васильковое поле вяжем летнюю кофточку футболку кофточка вяжется крючком на любой размер и можно связать на любой возраст так как она не просвечивает мастер-класс породуман до мелочей идеально подходит для начинающих рукодельниц которые хотят научиться вязать плечевые вещи присмотритесь к этой модели мастер-класс видео формат состоит из 6 частей данную модель кофточки свяжет любая начинающая есть желание связать пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать васильковое поле приглашаю вас на мастер-класс по вязанию летней кофточки туники можно связать топ название проекта великолепный ананас данная модель связана крючком вяжется она снизу вверх круглая кокетка можно связать абсолютно на любой возраст и размер мастер-класс настолько подробный что справится даже начинающий вязальщица мастер-класс состоит из 11 видео частей особенно и настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели начинающим вязальщицам рукодельницам который только-только учится вязать крючком по одному мастер-классу можно связать три изделия топ тунику кофточку название проекта великолепный ананас в мастер-классе я показываю как выровнять низ изделия есть желание связать данную модель пишите хочу связать великолепный ананас и я вам дам ссылку на мастер-класс приглашаю вас на видео мастер-класс по вязанию универсальной модели которая подойдет всем может сказать на любой возраст на любой размер название проекта айсберг вяжем джемпер пончо крючком вяжется здесь модель интересным способом а как вязать я вам все подробно показываю в трех частях видео мастер-класса есть желание связать пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать айсберг и я вам отправлю ссылку на мастер-класс будут проекты связаны спицами приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки название проекта листья бронелла мастер-класс состоит из шести видео частей где наглядно показываю рассказываю как вяжется джемпер по кругу и без швов очень уникальная техника вязания мне кажется вам она настолько понравится что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи есть желание связать в комментариях напишите хочу связать листья бронелла приглашаю вас связать джемпер спицами название проекта карамелька можно связать на любой возраст также на любой размер мастер-класс очень подробный наглядный состоит из четырех частей формат мастер-класса видео видеофайлы в этом мастер-классе вам покажу интересную технику вязания можно связать данную модель джемпера по кругу прямыми обратными рядами мы вяжем с вами без швов есть желание присоединиться к вязанию пишите хочу связать карамельку и я вам дам ссылку на мастер-класс благодарю что досмотрели весь каталог мастер-классов до конца все мастер-классы видеоформат попетельные наглядные для начинающих есть желание связать находите ссылки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии если найдете ссылки пишите в комментариях под вид под видео хочу связать и далее пишите название проекта которые вам больше всего понравился это не все мастер-классы которые у меня есть каталог будет постоянно наполняться и пополняться новыми моделями также я разрабатываю сейчас новую коллекцию по вязанию крючком и спицами и будем с вами продолжать творить красоту создавать уникальные вещи своими руками